МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нюрнберге из-за угрозы взрыва эвакуировали школу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию. По данным журналистов, около половины 12-го в полицию поступила информация о том, что в здании начальной и средней школы, расположенном в районе Кацфанг, может произойти взрыв. Каким образом полиция получила эти данные, не сообщают. Школьников и преподаватели немедленно вывели из здания. И детей, и взрослых отпустили по домам. Сейчас они находятся вне опасности. Здание школы оцепили. Полиция обыскивает его и близлежащую территорию. Первые поиски не дали результата. Найти бомбу не удалось. Из-за того, что полиция перекрыла дороги возле школы, в районе образовались пробки. Также пришлось изменить маршрут одного из городских автобусов. Немецкие танки подходят к российской границе. Министерство обороны ФРГ отправляет в Литву танки «Леопард-2». Они прибудут в эту страну в следующем году в рамках программы НАТО по сдерживанию России. Левая партия уже обвинила Берлин в эскалации конфликта с Москвой. В германском военном ведомстве отметили, что танки будут части вооружений, которые Германия в предстоящем году передислоцирует на территорию партнера по НАТО Литвы. Эксперты оценивают это как отчетливый сигнал того, что Германия всерьез относится к обеспокоенности стран Балтии и Польши военной угрозы со стороны России. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг подчеркнул, что на данный момент непосредственной угрозы для Литвы нет. Это же подтвердила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она назвала поддержку, оказываемую восточным партнером по НАТО, абсолютно соразмерной и оборонительной. В то же время глава фракции левой партии в Бундестаге Сара Ваген-Кнехт резко раскритиковала планы Берлина. Отправлять немецкие танки на границу с Россией – значит забывать историю и делать новый шаг в направлении эскалации в отношениях с Россией. Кто не желает серьезно подрывать мир в Европе, тому следует наконец вспомнить о традициях политики разрядки, вместо того, чтобы поддерживать курс на конфронтацию, который не может быть в интересах ни Германии, ни Европы, заявила Ваген-Кнехт. Россия будет активнее поддерживать режим Асада, если Евросоюз ведет новые санкции против сирийских чиновников. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил после трехсторонних переговоров с сирийским и иранским коллегами. Тема встречи – общие усилия в борьбе против исламского государства в Сирии. Ранее в тот же день Сергей Лавров провел отдельные встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой МИД в Сирии Валидом Аль-Муалемом. Министр иностранных дел в Сирии заявил, что Дамаск по-прежнему намерен восстановить контроль над всей территорией осажденного города Алеппо. Позже на пресс-конференции по итогам встречи в Москве Валид Муалем выразил мнение, что у США нет желания найти политического решения сирийского кризиса и добиться разгрома джихадистской группировки «Исламское государство». Более того, Муалем обвинил международную коалицию во главе США в попытке добиться ухода боевиков исламского государства из иракского Масула в сирийский город Ракка, который считается столицей исламистов Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит возможности для размежевания умеренной оппозиции и радикальных группировок в Сирии. Одновременно он высказался за разработку нового плана маршала для восстановления сирийской экономики и инфраструктуры. Самолет Дональда Трампа попал в аварию при приземлении в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке. Самого миллиардера и кандидата в президенты от республиканцев на борту не было. Но там находился кандидат в вице-президенты Майкл Пенс. Инцидент произошел в дождливую погоду в условиях ночной видимости. Посадка получилась жесткой. Пассажиры почувствовали запах сжженной резины. Боинг 737-700 выехал за пределы посадочной полосы, повредил элементы заграждения и остановился. На борту находились 37 пассажиров и 11 членов экипажа. Возгорания не было. Все пассажиры и члены экипажа смогли покинуть борт. Никто из них не пострадал. Причиной аварии называют плохую погоду. Вероятно, самолет потерял сцепление с покрытием посадочной полосы. Сам Дональд Трамп не применил воспользоваться этим случаем в целях агитации во время встречи с избирателями в штате Огайо. Я только что говорил с будущим вице-президентом. Он был в большой опасности. Ему буквально чудом удалось уцелеть, как и всем остальным. И я очень рад, потому что Майк Пенс – великий человек. Он отлично справляется со своей работой. Думаю, вы запомните этот момент и проголосуете 8 ноября за меня и за него. Аэропорт, в котором произошел инцидент, пришлось временно закрыть. Автомобили с номерными знаками Трамп принесли немало неприятностей своим хозяевам, жителям штата Орегон. Брайан и Кэти Трамп 9 лет ездят на машинах, номерными знаками которых служат их фамилии. Но только в последние несколько месяцев столкнулись с агрессивной реакцией окружающих. Другие водители стали сигналить мне на дороге, а однажды меня даже пытались столкнуть с трассы. По словам Брайана, ему пришлось выслушать немало руганий в адрес кандидатов президента этой республиканской партии Дональда Трампа. Мужчина говорит, что уже устал объяснять. Его знак это не агитация, а сам он не сторонник и не родственник Трампа, а просто однофамилец. Теперь он собирается прицепить на свой автомобиль и на машину жены таблички с объяснением. Немцы воспринимают себя намного здоровее и спортивнее, чем они есть на самом деле. Исследования, проведенные Федеральным статистическим управлением, показывают, что жители Германии переоценивают свое здоровье и приверженность здоровому образу жизни. 65% немцев считают себя здоровыми, хотя 10 лет назад довольных своим здоровьем было на 5% меньше. При этом средний житель Германии проводит перед телевизором в 4,5 раза больше времени, чем в спортзале. На просмотр телевизионных программ немцы в среднем тратят 2 часа в день, а физическим нагрузкам уделяют 27 минут. Четверть немецких семей держат дома по меньшей мере один тренажер, но почти никто не использует его регулярно. К тому же немцы стали есть меньше фруктов и овощей, а вот потребление мяса, несмотря на модные веяния и пропаганду вегетарианства, не уменьшилось и составляет 87 килограммов в год на человека. Результат не заставил себя ждать. Лишний вес имеют 17% мужчин и 14% женщин, то есть в среднем каждый шестой житель ФРГ. Это на 4% больше, чем было в 1999 году. Самые полные люди живут в восточных землях – Мегленбурге, Передней Померании и Саксоне-Анхальт. Худых больше всего в Гамбурге и Берлине. А вот курить и пить алкоголь немцы стали меньше. Расходы на табак и алкоголь практически не изменились за последнее десятилетие. В то время как цены на крепкие напитки выросли на 13%, а на сигареты подскочили на 63%. Треть видов животных и растений Германии под угрозой уничтожения из-за интенсивного ведения сельского хозяйства. Такие данные публиковал Всемирный фонд дикой природы. В ФРГ существует 320 тысяч видов животных, растений и грибов. Каждый третий вид находится на грани исчезновения. 5,5% видов уже исчезли. Причина – избыток азота в почве и растениях из-за использования искусственных удобрений в сельском хозяйстве. Особенно сильно от интенсивного метода ведения агробизнеса страдают птицы. Куропатки, чибисы и жаворонки могут исчезнуть из немецких лесовых полей уже в ближайшее время. В мировом масштабе скорость исчезновения вида выглядит еще более угрожающей. По сравнению с 1970-м годом биоразнообразие на планете сократилось на 81%. Это стало шоком даже для специалистов Всемирного фонда дикой природы. Эти кадры распространило общество защиты животных. Организация пытается привлечь внимание к участи «самого грустного полярного медведя в мире». Уже почти год величественного зверя по имени Питца держат в тесном вольере торгового центра Гран-Вью в городе Гуанчжоу. Цель такого аттракциона – привлечь покупателей. Защитники провели очередную пресс-конференцию, требуя немедленного закрытия этого парка. Активисты надеются предотвратить подобные случаи, говорит Ю Хон Мэй, основатель Ассоциации защиты животных Вишаин. Мы хотим привлечь как можно больше внимания к кошмарным условиям содержания медведя. Торговый центр не место для показа животных. Надеюсь, что соответствующие ведомства проконтролируют эту ситуацию и смогут предотвратить подобную жестокость в будущем. Руководство Гран-Вью отвергает обвинение, утверждая, что медведь живет в большой емкости размером в 150 квадратных метров, а команда специалистов обеспечивает животному ежедневный уход. За последние месяцы больше миллиона людей подписали петицию, призывающую к закрытию вольера с белым медведем. По словам благотворительной организации «Звери Азии», Йоркширский парк дикой природы в Великобритании готов принять животное при условии, что Гран-Вью прекратит подобную практику. Отдел по охране окружающей среды Гуанчжоу сообщает, что торговый центр планирует расширить свой зоопарк и уже в январе завести в него панд, белого тигра и других животных. Самый большой в мире морской заповедник будет создан в Антарктике. Об этом на встрече в австралийском городе Хобарт договорились представители Евросоюза и 24 стран, включая Россию, Китай и США. Особой зоной станет море Росса в Южном океане, один из последних практически нетронутых человеком регионов на планете. Акватория площадью почти полтора миллиона квадратных километров станет заповедной зоной, на которой в ближайшие 35 лет будет запрещен вылов рыбы. В районе моря Росса обитают свыше 10 тысяч различных видов, включая большую часть мировой популяции пингвинов, китов, морских птиц и гигантских кальмаров. Для научных исследований будут выделены отдельные зоны. Инициатива создания заповедника принадлежит США и Новой Зеландии. Представитель Госдепартамента и глава американской делегации Эван Блум назвал достигнутые договоренности цитата «важнейшим шагом на пути сохранения морей и океанов земли». Россия пять раз блокировала предложения по созданию заповедной зоны, опасаясь последствий для своего рыболовного промысла. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.